Минувшее лето изрядно внесло коррективы в работу агрария. В проливные дожди шли по несколько дней, заливая урожай на полях и приусаденных участках. Сначала в отдельных районах области был введен режим ЧС, а затем и во всей области. Иными словами, 2017 год был напряженным и трудным для агропромышленного комплекса. Но, несмотря на все сложности, руководители предприятий не опускали руки. Я уверен, что такие сильные руководители, сильные предприятия, которые на сегодняшний день работают на территории Великого Устья муниципального района, они и в дальнейшем будут развивать. Агропромышленные комплексы – это, конечно же, и строительство новых комплексов. Я уверен, что и Сергей Павлович все-таки воплотит свою мечту, которую нам ставят перед собой, построит побудренно новый комплекс. Начальник управления сельскохозяйственного производства Николай Никипилов отметил, что благодаря труду работников сельхозпроизводства удалось выполнить весь комплекс по проведению весеннеполевых работ, заготовки кормов и уборки урожая, сохранить общее поголовье крупнорогатого скота. За счет продуктивности коров увеличилось валовое производство молока на 4%. До конца года планируется произвести 19 тысяч тонн молока, 40 миллионов штук яиц и 600 тонн мяса. По картофелю мы увеличили посевные площади, начиная на часах почти в несколько раз и довели его до 103 гектар. Это касается Сергея Георгиевича Гладышева, это касается Николвина, который построил картофельное хранилище в текущем году. И наша задача на 2018 году его поддержать и включиться в программу компенсации чаще затрат. Вот эти вопросы, конечно, стоят на контроле. Помимо увеличения производительности в районе задач хватает. Например, нужно сохранить поголовье сельскохозяйственных животных, чтобы выполнить производственную программу, а также организованно провести зимовку скота. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.